Украинский вертолётный отряд успешно выполнил первый этап боевых задач в рамках участия в миссии ООН в Конго. В зону боевых действий на востоке этой страны наши пилоты перевезли миротворцев из разных стран. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. Утром на востоке Конго. Инженеры получают задания на сегодня. В конголейском аэропорту города Гома находятся несколько украинских военно-транспортных вертолётов Ми-8, а также боевых ударных Ми-24. Сейчас продолжаются так называемые регламентные работы для того, чтобы техники могли проверить каждый узел, каждый механизм. Простым языком говоря, проверить каждую гайку для того, чтобы по приказу миссии ООН вылететь на боевую работу через 15-30 минут. Они находятся в так называемом режиме стендбай. Бортовые техники немедленно приступают к выполнению. Проверяю первую ступень компрессора. Лопатки. Первую ступень компрессора на наявность использования. Проверка компрессором бортовой 30-мм пушки. В основном именно её используют украинцы для стабилизации ситуации на востоке Конго. Инженер перепроверяет систему управления. Этот вертолёт месяц пробыл на аэродроме Бени, выполнял задачи там, в том числе с боевым применением. Украинским миротворцам вертолётного отряда здесь приходится работать в сверхтяжёлых и непривычных условиях. Гористая местность. Населённые пункты расположены на высоте 1500-2500 метров над уровнем моря. Здесь постоянные осадки, высокая влажность. В здешнем климате, где повышенная влажность, больше осадков, чем у нас, нужно следить за этим делом. Для того, чтобы электроника не отказывала, всё герметизируется у нас. Там местный плач, дали всё, и была яма. Мы рихтовали. Большинство украинских миротворцев и их вертолёты получили боевой опыт на Донбассе. Офицер Денис показывает несколько ран на борту нашей боевой машины, которая теперь по международным соглашениям защищает мирное население центральной африканской страны. Видите, заплатки, которые наложили инженерно-технический состав. Но этот вертолёт был вот тот. Имеет на себе следы попадания пули. Важно то, что здесь для инженерно-технического состава, несмотря на то, что все люди прошли через выполнение задач в зоне проведения ООС, всё равно они здесь добывают опыт определённый по обслуживанию и восстановлению авиационной техники. Остальные украинские боевые машины сегодня выполнили задачу организации Объединённых наций к северу от базы расположения украинской миссии в городе Гома. В частности, в районе, который не только подвергается нападениям местных боевиков, но и где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. По данным украинской разведки, за три месяца от этой болезни на востоке Конго погибли 104 местных жителей. Украинские авиамедики проводят профилактические мероприятия среди местного населения. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин. Подробности из Демократической Республики Конго.